Тетради, карандаши, ручки, дневники и обложки. И все необходимое для учебы. А также подарки и сладости от неравнодушных людей сегодня были переданы детям. В новом статусе, как автономно-некоммерческая организация Центра социального обслуживания населения «Добрые руки» мы начали заниматься благотворительностью с 2016 года. Изначально у нас был комплексный Центр социального обслуживания населения. Мы привлекали спонсоров для каких-то мероприятий. В частности, сейчас идет, проводится акция «Помоги собраться в школу». Мы собираем ребятишек, помогаем канцелярскими принадлежностями, привлекаем наших спонсоров. Помощь в приобретении канцелярских товаров также оказал коллектив из Шимбайского участка добычи нефти и газа номер 2. Во главе с начальником Беляевым Андреем Владимировичем. Постоянным же спонсором является член наблюдательного совета Чебутарева Яна Сергеевна. Вообще по жизни я такой человек, что стараюсь делать людям приятно, делать людям добро и не искать легких путей. Просто можно же делать добро, просто переведя старушку через дорогу или соседке помочь донести корзину с продуктами. Ну и тут постепенно просто пришло то, что услышала о некоммерческой организации «Добрые руки» и услышала, что они занимаются благотворительной деятельностью и поняла, что я тоже могу им помочь, принимать в этом участие. Это же не так трудно. Участники программы «Добрые руки» навестили детей и их родителей. Вручили заветные пакеты, в которых есть все самое необходимое для начала занятий прямо у них дома. Семь детей с ограниченными возможностями получили помощь. Из них есть и первоклассник. Родители остались довольны таким сюрпризом, как и сам Роберт. Он даже пообещал учиться на отлично. Я очень тронута, очень рада, довольна. Просто никогда такого я даже не слышала. Вот когда мне сказали прийдем поздравлять, у меня эмоции были, у меня впечатления очень сильные были. Вообще нужна такая? Конечно нужна, потому что детки разные есть. И кто ходит, кто не ходит. Но всякое общение и вот это вот и даже детям самим дает, наверное, как стимул. Что там делают в школе? Там пишем, читаем. На какие оценки будешь учиться? На дни печатать. Акция «Помоги собраться в школу» будет продолжаться в дальнейшем. Канцелярские товары, вещи и все необходимое жители города могут оставлять в организации центра «Добрые руки», расположенной по улице Ленина, 23. Для других детей мы тоже будем делать подарки к первому сентября. Сейчас изначально вот категория детей с ограниченными возможностями. И будут и опекаемые, и многодетные семьи. Но посмотрим, насколько будет достаточно тех принадлежностей, чтобы охватить как можно больше семей, где дети пойдут 1 сентября в школу. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Идем.